Всем привет, друзья! С вами снова Аквамейн, и сегодня я бы хотел рассказать о десяти, на мой взгляд, наипростейших аквариумных растениях. То есть эти растения можно без проблем рекомендовать для освоения любому новичку и не только. Первое растение из нашего списка это, конечно же, Анубиас. Анубиас, 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 просто потому что это дубовое, неприхотливейшее растение, способное расти не только в широком диапазоне допустимых параметров, но и способное выдерживать химические воздействия. Как правило, когда говорят Анубиас и неприхотливый, имеют в виду Анубиас и Бартери и их разновидности. Анубиас нано, наноголд, петит, широколистный, узколистный, морщинистолистный, полосатый. Но среди всего этого Анубиасного разнообразия есть и темные лошадки. Но они называются темными лошадками, но по факту они светлые. Это Анубиасы варегатные. То есть Анубиасы, у которых есть белые фрагменты листьев, белые точки, прожилки, пятна. На мой взгляд, такие Анубиасы очень сложно адаптируются в новых условиях. И рекомендовать их в качестве простейших аквариумных растений я не могу. Следующее наипростейшее аквариумное растение это Криптокорина Вента. Да, друзья, обыденное, повсеместно встречающееся аквариумное растение, оно имеет несколько десятков разновидностей. Среди которых есть, ну, очень тугие экземпляры. Как, к примеру, Криптокорина Фламинго, Криптокорина Крингикон. Которые, ну, очень долго развиваются. Ну, очень долго думают, прежде чем пустить детку. Ну, а среди всего вот этого разнообразия Криптокорин Вент есть и экземпляры, которые очень неприхотливые, быстро растущие и нормально себя ощущающие в любых условиях. Это Криптокорина Вента зеленая, Криптокорина Вента коричневая, Криптокорина Вента тропика, Криптокорина Вента нано, как сейчас вы можете увидеть на картинке. То есть, это растения, которым не нужно вдувать углекислоту, свет может быть самый обычный, самый заурядный. Им не нужно вливать удобрения каждый день, через день, раз в неделю. И они даже в таких минимальных условиях будут себя прекрасно чувствовать. Следующее неприхотливейшее растение, простейшее растение для содержания, это, конечно же, Валлиснери. Причем, друзья, все разнообразие Валлиснери, а их огромное количество, оно все наипростейшее в содержании. То есть, есть Валлиснери, которые имеют мелкие листья, как, к примеру, Валлиснери Леопард Мини. Есть Валлиснери гигантские, Валлиснери гиганте, есть Валлиснери с крапинками на листьях, есть Валлиснери с темным цветом листьев, Есть валиснерии с узкими листьями, со скрученными листьями, есть даже валиснерии рету, которые при определенном стечении обстоятельств краснеют листья. Но этих обстоятельств еще нужно поискать, естественно. Но, друзья, все вот эти валиснерии, они все максимально простейшие в обслуживании. Но здесь есть один нюанс. На мой взгляд, валиснерии очень долго приживаются, адаптируются к новым условиям. То есть момент, когда вы их посадили и момент, когда они начали беспроблемно расти, вот он может растягиваться на несколько недель. Но после адаптации, после акклиматизации, они, как правило, не дохнут. То есть они просто сидят, 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 сидят и потом начинают расти. Вот после того, как они адаптировались, они начинают максимально быстро расти, максимально быстро заполонять все отведенное для них пространство. Следующее простейшее аквариумное растение это хинодорусы. Большая часть хинодорусов, да, 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 вы скажете, хинодорусы любят свет. Я с вами абсолютно согласен, потому что только в условиях яркой освещенности хинодорусы показывают всю свою красоту, весь свой колорит. Но даже если у вас умеренное освещение, хинодорусы будут расти, пусть не такие яркие, пусть они будут зеленые. Но они будут развиваться, они будут радовать глаз своей зеленой массой. Плюсом ко всему, хинодорусы прекрасно себя чувствуют в жесткой воде, хинодорусам можно не подавать углекислоту. Более того, друзья, хинодорусы хорошо себя чувствуют в незаиленном, в каком-то нежирном грунте. Более того, их можно выращивать в условиях влажной среды. То есть это какие-то теплички, оранжереи, полюдариумы, террариумы, флорариумы. И более того, их можно выращивать в качестве комнатных растений, то есть на обычном подоконнике. И они все равно будут пускать стрелки, они все равно будут размножаться и развиваться. Следующее аквариумное растение, оно из моих любимых. Почему? Потому что оставило надежный, стойкий, ароматический шлейф в моих воспоминаниях. Это гиграфила диморфная. Также у нее есть сестра гиграфила диморфная Вайсгрюн. Она абсолютно такая же по условиям содержания, отличается внешним наличием белых прожилок на листьях. Это, как я уже сказал, абсолютно неприхотливейшие растения, которые максимально быстро растут, максимально быстро заполоняют отведенное им пространство. Они пышные, они неприхотливые, они могут расти и над водой, и даже в сухом каком-то климате они могут беспроблемно расти. Но, чем суше среда, тем более волосатистой становится гиграфила диморфной, тем более вонючей она становится. Абсолютно сухие экземпляры, они настолько вонючие, что близко к ним лучше рядом не подходить. Потому что, ну, это очень стойкий, это какой-то липкий запашок, аромат, который надолго останется в ваших воспоминаниях. Следующее, простое аквариумное растение, это гиграфила многосеменная и все ее клоны, собратья-сестры, все ее разновидности. То есть, это гиграфила тигр, это гиграфила змея, гиграфила цейлон, гиграфила розонервис, а также разноконфигурированные гиграфилы многосеменные. Типа гиграфила многосеменной широколистной, круглолистной, узколистной и так далее и тому подобное. То есть эти гиграфилы, они опять-таки быстро растут, им можно не подавать углекислоту, свет может быть умеренным, но есть минус, друзья, этих гиграфил в том, что они одни из первых реагируют на недостаток питательных веществ. То есть если у вас в аквариуме недостаток калия, на листьях гиграфила многосеменной и всего вот этого вот гиграфильно-многосеменного разнообразия появляются дырочки, ровненькие такие россыпь мелких отверстий на нижних листьях. В таком случае я рекомендую подумать, а как же можно внести калий в аквариум, потому что если этого не делать, растения будут деградировать и в конечном счете у вас останутся какие-то полуогрызки, полупалки, которые потом растворятся. Следующее простейшее аквариумное растение это Бакопа манье. Конечно, 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 одна из первых Бакоп, с которыми я познакомился, причем у этой Бакопы абсолютно относительно недавно появился еще варитет, то есть варегатная Бакопа манье с белыми прожилками какими-то и она тоже такая же неприхотливая по содержанию. Конечно, это не какая-то пышнятина типа амбулии королевской, которая широко растет, которая растет очень пышно, но, друзья, эта Бакопа, она максимально быстро, максимально четко устремляется в космос и она может даже без проблем вывести над водой, она может расти в надводных условиях, но опять-таки высаживать ее лучше всего на задний план, потому что это палкообразное растение. Следующее простейшее аквариумное растение, с ним, я думаю, знаком каждый, это Роголисник. Роголисник это не просто аквариумное растение, это еще пристанище для мальков, это еще и в сухом виде, и не только в сухом виде корм для разных рыб и не только для рыб, то есть это универсальное аквариумное растение. Минусом этого растения можно назвать его неспособность укореняться, то есть его нужно постоянно как-то в пучках фиксировать, иначе оно просто-напросто плавает. И в таком вот плавучем состоянии может нанести урон вашим аквариумным растениям Почему? Потому что затеняет их Не обошлось в нашем списке и без красных аквариумных растений Это Людвигия Репенс и ее разновидности Их большое количество этих разновидностей Но следует помнить, что Людвигия Репенс может расти без углекислоты В условиях умеренного освещения, с недостатком питания Но нужно следить, чтобы листья не осыпались Да, только при ярком освещении Людвигия Репенс показывает всю свою красоту Вплоть до каких-то бордовых ярко-красных цветов в зависимости от разновидности Но в целом это неприхотливое заднеплановое аквариумное растение Следующее простейшее аквариумное растение, на мой взгляд, это нимфея Причем все практически нимфеи, они беспроблемны в условиях содержания Будь то нимфея раджа, которая размножается только семенами Будь то нимфея сантарем, будь то нимфея рубра, будь то нимфея микранта живородящая Несмотря на разнообразие способов размножения, нимфея, она дубовая Почему? Потому что она может расти в каком-то заболоченном грунте Она может расти в свежем грунте Она может расти при плохом свете, выпуская какие-то надводные листья И в условиях хорошего освещения, и без углекислоты, и с углекислотой Причем существует огромное количество цветовых вариаций листьев И цветов, ну то есть самих цветков этого растения Поэтому есть что выбрать, есть что посадить Но нюанс такой, что из всех вот этих вот нимфей Только нимфея сантарем подходят для какого-то среднего объема аквариума Потому что остальные все нимфеи, они максимально много отхватывают себе пространство Листья их плавают на поверхности воды, загораживая свет другим растениям И в наноаквариум, конечно же, ту же самую нимфею раджу Или нимфею микранту, нимфею рубру ее не посадишь В отличие вот от нимфеи сантарем Которая тоже в условиях недостаточного освещения Начинает пускать длинные листья И пугать всех вокруг своими габаритами Это был список 10 наипростейших для содержания аквариумных растений Конечно же, это не весь перечень таких вот неприхотливых растючек Но если подобного плана видеоролик вам понравился Напишите обязательно об этом в комментариях А с вами был Aquaman Увидимся очень скоро в новых видео Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok